То было в полдень На голубом и тонком слое пыли Нашли живой и четкий след ступни Я, путник, видел это Я в могиле дышал теплом сухих камней Они сокрытые пять тысяч лет хранили Был некий день, был некий краткий час Прощальный миг, когда в последний раз Вздохнул здесь тот, кто узкою стопою В атласный прах вдавил свой узкий след Тот миг воскрес и на пять тысяч лет Умножил жизнь мне данную судьбою У меня, несомненно, есть чувство древности Ну что это такое? Не знаю А вот Египет это какое-то все-таки внутреннее чувство И не только рациональное Не знаю, ну Роства Ну все мы Вот, конечно, из одного корня 50 человек Непрерывны И вот сравнительно Немного же поколений прошло 70, кажется, выход поколений до Рождества Христова 70 предков Представляете, как мало? Вы их могли бы назвать 70 70 ваших предков Которые бы вас довели до первого века А еще 80 уже Рамзес 100-60 160 предков от Египта И совершенно неверно Вот когда говорят Мы сохраняем древность Мы не древность охраняем Мы вот сохраняем то культурное наследие Которое входит сегодня в нашу жизнь И которое мало в нашей жизни сегодня Погибает культура вот почему Культура не рождается на пустом месте Культуру нельзя взять с потолка Культура, она имеет основу Культурное наследие, которое создавалось поколениями Скажем, рождаетесь вы Вам вот культурное все знания Не передается вот по наследству Все то, что достигло вот человечество Вашего года рождения Вас нужно вкладывать И вот если прервется вот эта линия передачи Культура кончается Культура кончается Непрерывность, обязательный процесс Для историка очевидно Что все то, что совершается сегодня Врастает на почве опыта, знаний И открытий прошлых поколений Ведь без прошлого нет настоящего Нет и будущего Герои древности с торжественной их славой Отзывных струн души во мне не шевелят По тяжким их стопам Дорогою кровавой Вступали в мир вражда, насилье и разврат Вот я прочел вам стихи Натсона Стихи о безумном герострате Который для своей славы Жег храм Дианы Дефеси И вспыхнул гордый храм Как факел погребальный И не угас еще до наших лет И в ту же ночь другой безумец гениальный Явился в мир для славы и побед Это был Александр Македонский Мы связываем наши надежды С развитием культуры Но поймите, что культура не передается по наследству Она воспроизводится в каждом человеке заново Меня часто спрашивают Откуда у меня это чувство истории? Мой отец и оба моих деда были военными Я и мои братья мечтали также идти по их стопам В детстве мы часами перелистывали книгу Отечественная война 1812 года Мы хорошо знали героев Знали их боевые дела и подвиги Их не дали Споенная Москва по залу Фанцузы вам дали Их были схватки, были близкие И говорят еще какие И недаром помню вся Россия Про день бы родила Про день бы едина Вся Россия помню В облаженном успении Вечный покой Подожь Господи Лучшим рабом твоим Михаилу, Петру, Дионисию, Иоанну, Алексию, Иакову, Александру, Димитрию, Макею И всем, вождем, и воинам На поле брани убьенным И сотвори им Вечную память Субтитры создавал DimaTorzok Душа Душа, кричи громче Ударь по нервам спящих Время опытный кормчи Правит к высотам горящим Мы подняли смерть крылатый Взрыли поля чуглом Мы требуем полной платы За столетия убитые сном Душа, кричи громче Вопреки заветам Ленина О сбережении культурного наследия прошлого Было разрушено много, очень много памятников Связанных с историей России И об этом мы очень скорбим Каждая революция ведет к снижению культуры Почему пропадали культуры Древнего Египта Почему пропадало вот это все Уничтожался господствующий класс Который был хозяином культурного наследства Была прервана передача по эстафете А в Египте была очень большая разница Между господствующим классом И населением большим Чем выше культурное наследие у народа Тем легче растет культура Но обязательный процесс непрерывности И вот к сожалению Когда в нашем мире стал приоритет техники Мы очень запустили развитие духовной жизни Очень запустили развитие духовной жизни И теперь нужно догонять Догонять нужно Опередила техника И очень много мы потеряли Очень много потеряли Я был египтолог Был убежденнейшим египтологом И занимался Египтом Кончил университет как египтолог Но в Эрмитаж молодых людей В 30-е годы не брали Это было еще учреждение Которое не совсем перешло на современные рельсы И мне пришлось бы отработать у Николая Яковлевича Мара В Академии истории материальной культуры Заниматься по древнеегипетскому письменности И вот однажды Николай Яковлевич Меня вызвал И сказал Египет далеко Когда вы попадете Неизвестно Но вот есть другая страна Восточная Которую нужно Расыскать Это Ванское царство Поехал я охотно Я уже чувствовал Что редко предстоит Большая археологическая работа Да еще в горной местности Да еще на Кавказе Все было и вот романтично Для молодых людей Все было ново и интересно Ну как мы их искали Мы знали где вот находятся Урарские Кренообразные надписи На скалах И около них И искали памятники древней культуры Древние курганы Древние крепости И так у меня 9 лет Пошло на разведочные работы 9 лет я ходил по Армении 9 лет я ел армянский хлеб Лаваш И вот около Крудников Когда выпьешь эту воду И положишь ноги на рюкзак Приходят самые умные мысли Самые умные мысли приходят у горных Крудников Я не творил несправедливости людям Я не убивал ближнего Я не делал зла Не заставлял рабов моих голодать Не осуждал никого перед начальством Не причинял страдания и боли никому Большое впечатление Производят на меня Религиозные тексты древнего Египта Особенно оправдание перед страшным судом В загробном мире Ведь эти этические заповеди вечны Знаете, насколько я понимаю Как и много тысяч лет тому назад Так и сейчас Наверное Люди живут Наверное Такого представления о смерти не было Было представление о другой жизни И вот когда мы открываем погребение Иногда это чувствуется В погребениях встречаются скелеты Костяки Которые имеют вот такую форму Скорченную форму Они лежат на правом или на левом боку В общем, что это такое? Люди, наверное, отлично знали анатомию человека И они знали, что вот Плод человеческий имеет такую же форму примерно Скорченную форму И когда он приходил вот на этот свет Как бы с одного мира приходил в другой И когда он уходил отсюда Ему давали ту же форму То есть человек не умирал Он продолжал жить Люди не боялись смерти Наоборот Это, наверное, сейчас вот Наш период Период, скажем Да, вздой экономики Ну, атомный век Наверное, люди стали бояться смерти Или, может быть, это связано еще с тем, что Вот Если ты начинаешь много понимать То боишься Все это потерять сразу Потерять жизнь Это то же самое, чтобы потерять Ну, все, что ты знаешь Что ты приобрел Что ты изучил Осознал Раскопал даже Вот это Смерть, наверное, в этом Потерять все А не в физическом, значит Исчезновении человека Нельзя, чтобы культурное наследие было мертвым И в этом именно жизнь Что культурное наследие Не повторяется А перерабатывается Что если мы возьмем культуру Как дерево Культура, вот это Монолит Начинается веточка Она растет Растет вот деревцо Растет и образует культуру Но каждая часть Этого вот деревца Обрастает кольцами Кольцами уже Современными То есть Даже Основа Культуры Она вот Воспринимается Сейчас Повод Современным 30 лет Моей жизни Прошли на этом холме Который местные жители Называют Кармирблур То есть Красный холм Мое знакомство С Кармирблуром Очень давнее Мне было 6 лет Тогда Огромные Карасные Кладовые Кармирблура Были в процессе раскопок Открывались Прекрасные памятники Курардского Декоративно-прикладного Искусства Которое Победоносные цари Приносили в дар Своим воинственным Божествам И все это Раскрывалось Из глубоких Тайников Где Эти сокровища Были захоронены Перед захватом Цитадели Кармирблура Древнего города Тейшебаини Перед тем Как захватили Их Скифы Борис Борис Который Стоял Над раскопами Он меня спросил Ты знаешь Кто построил Кармирблур Я ему ответил Артский царь Руссов Второй Вот это Была первая Профессиональная Беседа Моя с ним Хотя я только еще Учился Читать Но мне уже дома Прочитали Отрывки Из книги Бориса Борисовича Петровского История культуры Урад Которая была Издана В Ереване В очень трудное Военное время В 1944 году На очень плохой бумаге Раскопки на Кармирблуре Закончились Уже почти 20 лет назад Многие Комнаты Уже Засыпаны Дожди И ветры Омыли Контуры Стен Но крепость Нанесена Уже На карту Мировой Истории И навечно Самое Аморальное В жизни И в истории Это Истребление Себеподобных Война Как страшный Призрак Сопровождает Всю историю Человечества В нашей Науке Почему-то Принято Излагать Историю Как цепь Воин Побед Разрушений Подвигов Я же Рассматриваю Исторический Процесс Как развитие Культуры Сохраняющей Вечные Ценности И передающей Их По эстафете Поколений Эрмитаж Был подобен Крепости Но научная Работа В музее Не угасала Ведь страшно Было Унести Собою Знания Опыт Научные Открытия Над которыми Мы работали Я считаю, что Все аморальные Оно Порчевает Той естественной Большой гармонии Которую Стоит Люди Гармония Это потрясающая Гармония Которая Стоит Во вселенной Я Я Я Ощущаю Очень сильно Закономерности Расположения Орбита Планет Потом Расположение Звезд Галактики Вот это Конечно Очень Древние Тоже Ощущали Эту гармонию Именно Гармония И вот Создавала Фантастику Неба И ассоциации Древнему Человеку Небо Было Выход Недоступно Он его Очень хорошо Знал Недосягаемое Небо Оно Имело Магическое Значение И вот Считалось Что и Судьба Людей Живущих На земле Она Зависела От того Недоступного Человеку Мира Но он Это считал Миром На небе Вот я хочу Ответить на ваш вопрос Что Имеет ли это Сколько-нибудь Нравственное Значение Я думаю Что да Огромное Я думаю Что человек Который Действительно Ощущает Вот эту гармонию И величие Природы И И непосредственно Невляет Он Он Не может Делать Аморальных Вещей Потому что Это слишком Мелко Слишком Мелко Что Отрывает Нас От неба Это То Что Все Освещено Города Освещены Поэтому Городе Дети Уже Редко Видят Небо Правда Потому что Звезды Уже Не видны На Освещенном При таком Освещении При ночном Электрическом Освещении Ярким Который Существует Например В Ереване Хочу я Остайся всем Светлым И Торговаться Ночью С пылью Пусть Не Подвешен Я Насилью И Мне Не Чушь Порочный Дым Яблаз Горячь Яблаз 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 Да Яблаз Вы Можете Яблаз Так Насhanded Яблаз Горячь Продолжение следует...